Магнитогорская межрайонная инспекция номер 17 настоятельно рекомендует горожанам заняться освоением электронного документа оборота. С января 2015 года именно этому налоговому органу были переданы полномочия по проведению государственной регистрации всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проживающих в области. За прошедший год инспекции было оформлено более 86 тысяч регистрационных документов. Такой охват требует активного темпа работы, однако его приходится снижать в разы из-за нежелания граждан отказаться от привычки приносить необходимые документы в бумажном варианте. Проводить государственную регистрацию в одном месте решили для того, чтобы обеспечить единый подход к рассмотрению документов на всей территории Челябинской области. Чтобы южноуральцы в едином порыве не хлынули в Магнитогорск, по области было открыто 8 пунктов приема документов, а также разработаны электронные сервисы, позволяющие все делать дома. Но эта удобная услуга неожиданно оказалась не у дел. Они ходят по старинке, документы несут на бумаге лично. То есть им нужно вот, ну сложно перестроиться людям, то есть не все у нас все-таки, наверное, доверяют интернету. И поэтому проще людям понятнее прийти, личный контакт непосредственно с должностным лицом. Налоговики настоятельно призывают горожан не тратить свое и их время, а не создавать ненужные очереди. Специальные электронные сервисы, расположенные на сайте налоб.ру, позволят не только легко оформить необходимый пакет документов, но и дадут целый ряд преимуществ. При данном способе направления документов не требуется обращение к нотариусу. Тем самым заявитель экономит как время, так и деньги. Это очень удобно. Бояться, что будет что-то утеряно, не стоит. И юрлицы, и предприниматели получат уведомление о том, что их документы дошли. Кстати, не стоит забывать, чтобы документы были приняты в обработку, они должны быть заверены электронно-цифровой подписью. Для того, чтобы получить электронно-цифровую подпись, нужно обратиться в удостоверяющий центр. И получается, что заявитель один раз обратится, ну естественно потратит какую-то определенную сумму денежных средств, но этой подписью он будет пользоваться все время. Время, когда госрегистрация юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться только в электронном виде, уже не за горами. Поэтому осваивать сервис нужно уже сейчас. Галина Смирнова, Татьяна Артеменко, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.